передвигаясь по нашей области мы заметили вот очень такой хороший тротуар и большое количество ограждений мы уже проехали 500 метров по этому шикарному тротуару с ограждениями а вот и начинаются первые дома и понижение около каждого дома где выезды этот город претендует на самый доступный город сковской области есть в россии город луга петербургского округа хуже б не было всего городишки на примете если б не было на свете новоржево моего сегодня мы в новоржеве я думаю побывал бы сегодня пушкин здесь он бы очень сильно изменил свою точку зрения меня зовут александр васильев и сегодняшний выпуск программы дочки бабушки буду вести я это очень социально важное здание города и новоржевского района здесь находится и налоговая служба и социальные службы и управление пенсионного фонда здесь вход выполнен вровень ну конечно никаких кнопочек не вижу по вызову персонала ну там есть такие направляющие конечно не пандус но я думаю что человек который сюда придет сможет подойти и вызвать специалиста который ему поможет и рядом находится местная достопримечательность это памятник екатерине второй которая в общем своим указом и создала город новоржев а сейчас мы находимся около районного суда и вот здесь уже пошли недоработки это технический подъем который пандусом к сожалению никак не назвать далее за углом здания находится парковка и в том числе парковка для маломобильных граждан но пути движения здесь не проработаны ну конечно как обычно есть охрана который находится рядом наверно всегда придет на помощь помогаете им вот я об этом и говорю а сейчас мы подъезжаем к зданию где находится сбербанк и казначейство вот это крыльцо относится к казначейству и здесь вот такой интересный пандус типовой я так сказал но он упирается в клумбу и по сути он недоступен перепрыгнуть метра 4 для того чтобы начать подъем но как нам пояснили казначейство в принципе оно работает с бухгалтерами государственных организаций и доступность ряда для него но особо то не требуется но и спрашивается а зачем тогда надо было ставить здесь пандус может быть он бы понадобился больше для сбербанка где он является не нормативным но сейчас я двигаюсь по пандусу к дверям отделения сбербанка пандус мне кажется крутым но вот ширина и толщина ограждений поручней она выглядит нормативно сейчас мы это замерим мы замерили уклон этого пандуса у сбербанка оказалось что не хватает примерно метра ну и дело в том что уклон этого пандуса в разных местах под разным углом и конечно подниматься по нему не так удобно как должно было быть поэтому пандус не получает нашу зеленую наклеечку а это магазин пятерочка в который приезжают не только жители на воржево но и района и здесь пандусом очень многие пользуются но за эту наклейку не получит этот магазин так как ширина между поручнями больше одного метра сейчас находимся около здания администрации здесь тоже есть пандус но угол наклона у него такой очень крутой этот пандус не является нормативным конечно здесь даже замерять не надо видно а сейчас мы подъехали к летнему парку и это основное место проведения различных мероприятий в городе а также то место куда приходят молодежь и пожилые люди для того чтобы провести время вот такие качели мы в детстве их называли паровозики появились у меня во дворе восемьдесят седьмом году то есть уже практически 30 лет этим качелям и на самом деле в городе на воржеве практически нет современных детских площадок но они есть в народной программе и поэтому если все будет благополучно складываться то такие современные детские площадки должны появиться и здесь а это районная больница с поликлиникой мы видим что в некоторых отделениях сделан ремонт но в плане доступной среды есть еще недоработки это и крутые пандусы и отсутствующая парковка и в том числе места для парковки инвалидов мы сейчас пройдем к детскому отделению и к отделению интерната для престарелых это дверь в детскую консультацию но по сути это детская поликлиника здесь мы видим более-менее современное крыльцо но с такого пандуса можно только на санках что ли съезжать на самом деле он является очень опасным и его надо срочно переделывать пока кто-то не упал вот мы же делали инспектировали все учреждения центр наш социального обслуживания везде несоответствие уклон не такой нет этих поручни поручни только с одной стороны надо звук даже у нас в управлении это у нас плоскость наклона не соответствует мы-то думали что мы у себя сделали идеальный пандус вроде бы и пробовали водителя на коляске заезжал но мы не сделали перила только с одной стороны а колясочнику не заехали с одной стороны даже у нас в здании не соответствует норме в поисках доступной среды мы приехали в самый центр города на площадь автовокзала здесь рядом очень много магазинов находятся аптеки агроснаб но к сожалению мы так и не смогли найти идеальное место куда смогли бы приклеить свою наклейку даже здесь у аптеки бижанинского района тот пандус который нам сказали будет идеальный оказался не идеальный и потому что здесь поручни широкие да и просто здесь какой-то внизу прыщ земли растет итак мы сегодня провели инспекцию доступной среды в городе на воржеве по всем замечаниям мы направим запросы в органы власти поэтому если у вас есть пожелания и отдельные предложения присылайте их нам на сайт дочки-бабушки.рф